Всем ещё раз привет! Если что, через час-два после этого ролика на Твиче начнётся стрим. Ссылка на него будет в описании. Там мы играем в разное, смотрим всякое, делаем хи-хи и ха-ха и общаемся друг с другом. Поэтому залетай! Насчёт прошлого ролика, некоторым показалось то, что я его немножечко не дотянул по планке качества. Да, так и есть, ребята. Извиняйте, вот проебался, вот так вот бывает. Небольшая так называемая апатия накатила. Я немножечко вялый, хожу последние 2-3 месяца и особо не знаю, что с этим делать. Но это всегда проходило, и этот раз, надеюсь, не будет исключением. А теперь устраивайтесь поудобнее, очередная доза кринжа из ДРКРП ждёт вас. Продолжение следует... В этот документик записывать имя человека, и нарушение, которое он сделал. Потому что мне кажется, ну, пока я буду ждать приём одной жалобы, у меня появится ещё несколько претензий. Долбоёб мелкий, блядь, ёп твою мать. Ты сейчас за оскорбление на разборках тоже отлетишь. А я с ним не разбираюсь, я тут присутствую, жду разбора своей жалобы. Того! Давай, короче, я сейчас забаню его. Вот. Тебе ретурнал, я его идишку скопирую. Да, 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 я ссылку скопирую. Ладно, за это ты у меня точно отлетишь. Не надо с оружием так ходить, лучше убрать. Так я чувствую себя из защищённее. Ну, вы, наверное, уже поняли, что это Нон РП, но на этом серваке это Нон РП не считается. Нон РП на этом серваке объясняет то, что нельзя делать то, что запрещено вашей профессией. И всё, на этом полномочия этого правила заканчиваются. Помимо них пропадают полномочия здравого смысла, просто потому что его тут нету. На любом другом нормальном серваке мы, конечно же, с вами понимаем, что это нарушение Нон РП. А здесь это просто в порядке вещей. Не, лучше уберите, уберите. Уберите. Семушки, пожалуйста, ксёнушки. Уберите. Оружие уберите. Да убирай оружие, господи, нахуй на тебе нужно так. Блядь. Извини. Бери своих неграх, помоги мне, блять, шпоу. Ну бери оружие, хватит с оружием бегать. Ну ё-моё, ну сколько больше. Нет, оно моё любимое. Оно моё родное. Заебал, блять, уже. Ну серьёзно. Он наконец-то есть это оружие. Ну бери его пока что. Я за тебя рад очень, но лучше его убрать. Большие города. Нахуя. Привет. Меня это, я увидел типа, который убивает всех. Я его убил сразу же. Это была мафия, ну да ладно. Меня убил другой человек, наркотраговец, который сидит сейчас на поляне. Он меня убил с ДБ, блять. Типа, а чё, вот чё ему, чё я ему сделал. Но я преступника увидел, я его обезвредил. И на меня наркотраговец, который вообще за 3,9 земель среагировал, нахуя он меня убил. Сейчас я айдишник тебе дам. Вот. Айди это тот, кто меня убил. Привет. У меня в прошлый еще ЖБ, верни меня. Ну вот он меня убил получается. Верни меня. У меня еще там ЖБ. Ты что, не понимаешь что ли? Пропиши ретюрн. У меня ЖБ еще там. Пропиши ретюрн. И посмотри, куда его вернет. Ретюрн и ты тэпнись к нему просто. И все. В баранге. Не понял. Не понял, а зачем закрыл? А. Дядь, алло, а зачем закрыл жалобу-то? Он ушел от тебя. Я говорил то, что у него. Что? Говорит то, что у него там еще было ЖБ. Ну так, подождали бы, но посмотрел бы за ним. Куда он там идет, на какую ЖБ. Он только что меня хлопнул. Я начинающий, я только вот, блядь, вообще зеленый. Ну так, посмотри за ним, куда он пошел. Тэпнись просто к нему, посмотри где он. Ты что, ему на слово поверил? Я говорю без капли иронии. Он вот так вот реально поверил ему на слово. Когда ему сказали, что вот якобы у меня еще одна жалоба. Я сейчас там, пока что меня типа верни. Он его не вернул. Он просто закрыл мою жалобу и дал ему уйти. Тот челик ушел и все. И мы вот так вот стояли какое-то время. До тех пор, пока я его не попросил несколько раз вернуть его сюда. Он его не вернул телепортом. Он полетел, блядь, его искать в ноу-клипе. Ну, типа. Да, блядь, ебать его. Я говорю, я вообще зеленый. Я понимаю. Ну, так ты сделаешь что-то с ним, нет? Посмотри, где он. Ты со мной стоишь, говоришь. Сейчас найду его. Ну, он полетел его искать, не тэпнуться к нему? Давай я тебя пока верну. Ну, да. Зачем меня возвращать? Я хочу жалобу свою разобрать. Ладно, сейчас. Ну, иди-то, да-да. Блядь. Это пиздец. Блядь, у меня аж бок прихватило. Он с концами сейчас улетел за ним. В поисках нему, блядь. Ну, привет. Какая у тебя проблема? Сейчас админ вернется, он полетел тебя искать. Слушай, а что ты меня хлопнул-то, когда я бандита мафию убил, который расстреливал на спавне всех? Ой, ну, признаю, я эту ошибку был неправ. Могу дать тебе водку 5000, мне больше. Да ладно уже, сейчас пролетит админ. Разберемся. Так, я не знаю, когда он пролетит. Завтра или в конце недели все. Смотри, он. Он, надеюсь, это он. Он, да, я. Ура! Ну, он меня убил, он только что сейчас со мной поговорил, признал это вот. Да, да, я это признал. Выдай ему наказание и все. Что ты за ним летаешь ищешь? У тебя админ права есть. А можно откупить сказку, может быть? Да ну, мне деньги не помогут ничем. Я тут их так теряю, постоянно меня убивают. Ладно, брат, не хватит. Куда же он ушел? Давайте я полетаю его, поищу среди других. Не, нахера тэпаться? Я просто полетаю и посмотрю, вот есть он тут где-то в городе или нет. Если я его не найду, прилечу, скажу. Он уехал из города. Да, все, теперь следующий человек, он носил дабл баррел постоянно по улице. Это связано, наверное, с армией, ТРП или нон-РП. Вот. Я не знаю, какие у вас тут правила, а ты мне сам подскажи лучше. Он это, ходил постоянно с двустволкой и провоцировал на перестрелку всех. И все. Не провоцировал. Но тебя простили остановиться и убрать, ты стрелять начал по мне. Если есть, то зачем ко мне вообще зовете? Причем тут демка, ты только что это сейчас подтвердил, что ты бегал с оружием постоянно по городу. Да, это факт. Я бегал с оружием, я не спорю. Зачем? Я спрашиваю, у тебя демка есть? Зачем ты бегал с оружием? Ну тогда я не вижу никаких причин. В принципе, здесь. Он пытается меня хоть что-то сделать, потому что я просто... Сойдет. Можешь, пожалуйста, остаться из учебы? А, ну да. Я просто хочу, что у меня жалоба на нон-РП. У него претензии ко мне, потому что я бегу с оружием. Он бегает с оружием на постоянке в руках за мафию. И тем самым постоянно внимание к себе привлекает от ГОСов и стреляется с ними. Вот со мной так же было. И он несколько раз так делает уже. Вот. Мне на это жалоба. Он это не отрицает. Он бегал, говорит, с оружием. Я не отрицаю, что я ношу оружие с тобой всегда. В руках. Ты носил на постоянке, ты бегал вот так вот с оружием. Это на нон-РП. Неа. Отб***ь, короче. Мне лень думать. Это то, что тебе лень думать, это и так понятно правил выбранной профессии. Это не совсем ролевое действие. Непонятное вот в нормальном обществе. Но кто будет бегать с оружием постоянно через пол пробегать. Давай. Мы с тобой тоже долго нас засоливали. Давай быстрее. Так, кстати, тоже ГОС был. А, это же с тобой жалоба разобретала. Да, да, это я был. А вот тут они начинают с админом обсуждать абсолютно какую-то непонятную хуйню, которая не относится к жалобе. И меня перестают слушать уже в который раз. Он, получается, бегает с таким... Ты встрял? Где? Где встрял? Где встрял? Он умирал. Ты можешь сделать что-то, но жалоба, видишь, не проходит. Мы в админ-зоне. Как много залезов. О, кстати. Я стараюсь. Спасибо, что ты вышел от всех. Спасибо. Ну, он бегает с оружием просто так в руках. Я вообще банить не должен. Мимо ПО пробегает, по городу бегает. У меня вообще причина. Ну, это ненормально. Это правило не запрещено. Можешь прощакать. Ну, это нон-рп. Он думает, что это ненормально. А так можно. Это нон-рп, говорю. Это нон-рп не прописано. Тебе нужно... Ну, ты делать будешь что-то, нет? Или е. Ну, админ. А, просто минимум 1600. Минимально. На самом деле, я думал, что это на брон. Ау, ты делать будешь что-то, нет? Он не понимает, к чему можно придраться. Да это не придраться, это просто на нарушение. Потому что я... Это не на нарушение. Ты просто пытаешься ко мне придраться и украсть мое время. Проблема. Ну, да, блядь, ну да. А у тебя его еще больше. Я не пытаюсь ничего украсть. Я правда не понимаю, что... Да я не при себя, я не при себя. Наказание будешь выдавать, нет? Должны доказательства какие-то. Вот он говорит, у него есть демп, а ты можешь мне эту демпку скилить? У меня нет, я не говорил, что у меня демпка есть. Доказательства чего он? Тебе только что сказал, что он бегал с оружием по городу, ну ё-моё. Я не... Я не... Я это не... Я трясаю, я бегал с оружием. Что я могу подтвердить. Пиздец. Что я бегал с оружием всегда. Да пиздец. Дальше он пусть доказывает через демпку. Вот он тебе признался, что он бегает с оружием постоянно по городу в руках. Да. А ты, у меня такое чувство, что ты не читал правила. Точнее, не читал правила, но другого сервера. И зашел не на тот сервак. Точно читал правила Рус Элит. Админ, ну чё ты делать? Да я не про тебя. Я не про тебя, я про мелоди. Блядь. Это пизда, пацаны. Ёб вашу мать, блядь. Вы вообще понимаете, что происходит на ёбаном экране у вас. Админ, сколько можно жалобы тянуть? А вот тебе человек признался в нарушении. Да, признался, что я нашел оружие, но это не нарушение. Ты делать будешь что-то сомневаться? А, Чана, Чана, ты знаешь, отпускай ее. Я не вижу в правилах того, что нельзя носить оружие. Вовсю минус. Либо я невнимательный, либо... Но НРП не ролевое действие. Где ты видел бандитов, которые спокойно расхаживаются стволом с двустволкой в руках? И вот так вот агрят полицейских на себя. Где? Мне кажется, это... Я у админа спрашиваю. Я у админа спрашиваю. В основном, да. Что в основном, да? В основном можно спокойно носить оружие в нем. В основном, что да? Да, вот сейчас он наблюдал, что просто кто-то ходит, вряд ли, с оружием. Ну, полиция, например, да? С оружием с ножом. Ты чё, прикалываешь? Ну, где-то видел чела... Да, там полиция, там, где-то. Ну, где-то, я говорю, видел мафию, которая бегает с оружием мимо ПУ спокойно и стреляется постоянно так. Где? Где? Которая не подчиняется требованиям полиции и которая стреляться начинает. А, так и вот чё он не знает правила. Он 46 минут на сервере. Я говорю, ну, чел бегает с оружием постоянно и агрит на себя полицию. Зачем? Смысл от этого? Это разве РП какой-то? В чём РП заключается? На самом деле, это моя единственная цель в том, что мы ко мне доебался полицейский, пытался меня поставить к стеночке и я легально смог ему дать отбор. То есть, легальный РДМ, можно так сказать. Это единственная цель, почему я нашёл оружие. Ну, это нон-РП, вот. В этом нон-РП и проявляется админ. Это РП, это РП, это, это РП. Это не спрещено никаким правилам, вообще даже ни один пункт в том правилах. Ты делать что-то будешь? Нет, админ, ну ё-моё, ну сколько мы будем время терять? Я тебе говорю, ну вот он тебе признался уже в том, что... Уже тут он признался в нарушении своём. Проблема в том, что я не вижу, я читаю правила, там не написано то, что вот нельзя вот, да, вот ходить распутаться. То есть, я могу просто байтить вот так вот, бегать полицейских и деймить всех, да? Да, да, спокойно, спокойно, да. Я у админа спрашиваю, да господи, можно не влезать, да? Ну, я тебе говорю о том, что, ну я могу бегать спокойно вот так вот, просто постреляться с людьми, байтить. Это же вот, я сделал специальное... Ну, шо не знаю, но ты же говоришь, что это можно делать, если ты не хочешь ему выдавать ничего. А я говорю, если я так буду делать, то у меня будет нарушение? Он не хочет, он не может, он не хочет, он и не хочет, он просто не может. Блять, какой тупой, сука, ёбаный в рот, с какого нахуй цеха дебилов его взяли, блять, это пизда. Я вопрос тебе задал, админ, если я так буду байтить, чтобы постреляться с челиками, просто вот постреляться, вот подэмить. По рдмить, это будет нарушением или нет, админ? Я, еще раз повторю, я не знаю, я только вот напинаю вот эту... Ну, подумай чуть-чуть, в чем рпшность того, что человек бегает с оружием по городу, чтобы просто с кем-то постреляться. Ну, ты сколько будешь вот это вот бред мне говорить? Клянусь самокатом, там, сбитой какой-то бабкой или что вы еще, бывает, на стримах придумывали? То, что у меня каждая жалоба после этой проходила ровно в точности, как вот эта жалоба, что у вас сейчас на экранах. Абсолютно один в один. Челики админам льют в уши, перебивают, рассказывают мне что-то за правило. Нет, чтобы как-то приструнить игрока за то, что он мешает проведению разборок, возможно, как-то неадекватное поведение пресечи в виде перебивания постоянного. Нет, им просто похуй. Им просто на это, понимаете, все равно, ребят. Ну, мне кажется, да, ты не знаешь правила. Особенно правила Нандропе. Пожалуйста, зайдите на сайт, посидите. И почитайте. Я не с тобой говорю, я не говорю с тобой всю эту жалобу, понимаешь? Нет, я с админом говорю. Абин, пожалуйста, закрой жалобу, я уже. Я хочу, чтобы были очень много жалоб. Он это все подтвердил, он сказал, что он так делал. Я не подвердил лишь... Да ты можешь не перебивать, ну сколько можно, бля, просить, ну в чем проблема твоя? Можете успокоиться, не перебивать? Да ё-моё, ну, я не знаю, пойми, я просто не могу. Потому что мне нужно уходить на другие жалобы. Просто напишите еще одну жалобу, кто-нибудь из других имя. Мне просто надо идти на другую жалобу. Кто-нибудь, закройте жалобы. А, да, я не забыл. Что ты сделал? Приятной игры на русле... Уроды ёбаные, просто, блядь. Закрывай жалобу, я ебал в рот с вами просто сидеть здесь находиться. Вы меня заебали уже все здесь, блядь. Наконец-то ты понял, что ты не... Я не понял то, что я не прав. Я понял то, что просто антогенез остановился на некоторых людях. А, да, ты не понял. На некоторых эволюцию тоже остановил. Если что, это эволюция и антогенез одно и то же. Если ты хотел сумничать, то нужно было немножечко подготовиться, да? Нет, просто синонимы использовал. А что, не знаю, использую синонимы? Да-да-да, синонимы. Ты запрещаешь меня синонимы? Да, вот ты и не знал, что это синонимы до тех пор, пока я тебе не подсказал. Кто он такой? Мне запрещают использовать синонимы. Верни меня нахуй, я не хочу рядом с тобой находиться, блядь, на жалобе. Верни, не принимай нахуй мои жалобы больше, пожалуйста. Я не хочу, чтобы ты разбирал. Верни меня в РП-зону, блядь. Пожалуйста, верни просто меня. Отлети, например, в полицейский участок и напиши ТП, или, да, ТП и его стима идти. Жалоба закончилась на том, что админ до сих пор не отошел от дозы, и поэтому он не в состоянии принимать и разбирать нормально жалобы. Поэтому мною было принято решение последовать совету одного из других администраторов, а именно подать еще одну жалобу по той же самой причине. Что случилось? Привет. У меня жалоба на это Нон-РП. Я полицейский, который бегает по городу. Я вижу постоянно одного и того же человека, который не является ГОСом, а является мафией. Он при этом носит постоянно оружие в руках, и тем самым, как он говорил на жалобе, он просто провоцирует на реакцию полицейских, чтобы с ними постреляться. Я тут просто увидел Нон-РП и решил пожаловаться. И он этого не отрицал на всей жалобе. Можешь с этим сделать что-то или нет? А что я могу сделать с этим? Ну, это Нон-РП, наверное, то, что человек постоянно бегает. Почему вот это жалобе не забанит? Потому что админ в коме находится. Ну, там просто не написано в Нон-РП об этом. Админ в коме находится. Ну, я понял, просто в Нон-РП об этом не написано. О чем? О том то, что нельзя бегать просто, неадекватно себя вести, как минимум, таская оружие постоянно по городу, с мотивом байтить полицейских на перестрелке? А где боязнь за свою жизнь? А где нелогичное РП-поведение? Извини, я такие жалобы не особо умею пока решать. Лучше закрой, пусть кто-нибудь опытный примет. Попроси админа постарше. Какого-нибудь. Ты снова отправишь жалобу, может кто-нибудь примет. Но примет опять ее либо он, либо ты, либо еще другой админ, который не знает. Поэтому сейчас просто позови админа постарше. Но примет другой из двух еще оставшихся админов. Позови другого. Вы, блядь, представляете? Это, сука, DarkRP 23-го года. Да, блядь. Это... Причем, знаете, прикол, блядь, в том, на что я жалуюсь. Наказание за это будет, ребят, всего лишь 10 минут бана. Ради 10 минут я, сука, теряю столько времени. Это пиздец. Просто, блядь. Бля, лучше бы мне вообще на жалобу не отвечали, чем вот отвечали вот так вот, блядь. Вкратце, жалобу разобрали. Другой администратор чуть более поадекватнее других. Он наказал челика на 10 минут за нон-рп. И все, я дальше пошел играть и снова столкнулся с такой же ситуацией. Монтируя это видео, я заметил, что за 20 минут не было наказано ни одного школьника-болвана-гидроцефала, быдла и так далее. Но потом ко мне пришло резкое осознание того, что это совсем не главные персонажи нашего выпуска. Нарушители в этот раз являются связующим звеном между мной и администрацией. И администрация тут полный пиздец. Ну прям полный. По словам полный, я подразумеваю прям полный пиздец. Вот говорят, бывает в доте, когда чел делает слишком очевидные ошибки и умирает, то это типа актер. Блядь, это как будто реально актеры какие-то. Но я, сука, не заказывал цирк. Почему они со мной на жалобах? И я, наверное, уже предвидел то, что вы хотите сказать в комментариях. Или уже сказали то, что чел недавно на админке, и он не знает, как ей пользоваться. Это понятно, ребята. Но у него около 100 часов на серваке наиграно. У другого админа примерно столько же. Ну там нету людей, у которых около 20, может быть 10, 5 часов. Но вот что были за основные претензии, на что он ответил, мол, он недавно на админке. Первое. Он просто поверил на слово челику, которого обвиняют в нарушении. И не то, чтобы его он вернул на какую-то там жалобу, он просто его отпустил с жалобы, а жалобу саму он закрыл. И чтобы убедиться, что он реально пошел на жалобу, он не тэпнулся к нему конкретно, не выдергивая его из какого-то процесса. Он полетел его искать просто в ноуклипе по всей карте. И потом вернулся тогда, когда уже сам игрок пришел обратно к нам. Вторая же претензия, это то, что при объяснении ситуации, где очевидное нарушение правила есть, если головой просто поразмыслить, дважды два сложить, достаточно будет, чтобы понять, что тут есть какое-то нарушение. Вместо этого чел в АФК встал на всю, сука, жалобу и ничего абсолютно не сделал. Просто другой еще какой-то админ в конце пролетел, сказал приятные игры и съебался, а ты же закрыл жалобу. Ну и третье, это то, как проходила жалоба. Ну вы видели этот цирк, это ж просто полный пиздец. Чел, которого обвиняют, он бегает с одним разговаривать, с другим на отдаленные от жалобы темы. И ни единого предупреждения за всю жалобу не было вынесено. Он тупо стоял в АФК и все. И тут я, конечно же, снова подаю жалобу и происходит все то же самое, что и в прошлый раз. То же самое, человек бегает с оружием по городу, я попросил его убрать. Он достает еще сверху дабил баррел и говорит нет. Ага, понял. Оскорбление администрации. А, я понял, кто это был, ребят. Хельглот. Хельглот, вот. Я думал, меня он же и убил, а убил меня его друг. Он всех назвал. Если ему похер на муд, то тут уже тогда оскорбление администрации. Не, ему просто, ну, видимо, все равно на то, что сейчас жалоба идет, и я жду, пока он ее разберет. Он пошел с кем-то еще разбираться. Нормально. Ну, потому что админы тоже люди и могут забывать то, что кто-то обозвал. Можно его просто подержать здесь, и потом, когда ты жалобу разберешь, разобраться с этим нарушителем дальше. А человек может выйти, человек может выйти. Дополнительный бан, залив с нарушением своим. Вот, айдишник человека, который бегал с оружием по городу, вот, тэпни его, а этого верни. А их много бегает, их днем, вечером, всегда их бегает. Да ты что нам? Я-то не понял, я-то впервые на это жалоба. Ну, старше меня, ну, выше моего ранга. Но попроси тэпнуться. Около двух-трех минут мы ждали, пока к нам соизволит тэпнуться тот самый обвиняемый челик, и вуаля. Ты можешь его попросить тэпнуться, нет? Или мы будем так вот стоять столько времени? Кого ты застроил? Слушай, вы можете тапнуть его? Кого? Кого? Клухал, вот и сюда. Так, все, спокойно, спокойно. Это просто игра. Здорово, у меня жалоба на то, что ты бегаешь с оружием по городу просто так. С пистолетом ты сначала бегал, потом тебе пригодили оружием. К счастью или к сожалению, 3.1 изменили. Ты после этого берешь и достаешь еще одно оружие в ответ и говоришь, нет, у меня жалоба на НОНРП. НОНРП изменили, читайте, Павел. Да, теперь откат отношения к криминальной деятельности на ПКС, теперь я разрешу. Что? Нельзя только с реальностью на мафию. Нету разрешения просто так бегать по городу. Что изменили? Ну, сын, читайте, Павел, молодой. Что? Зачем ты бегал с оружием по городу? Что читайте правила? Чтобы ФРРП не было. ФРРП не было? Чтобы я вот так вот сказал, нет. Это неадекватно, это не ролевое поведение мафии, которая не хочет лишнего внимания от полиции, но получает его в итоге. Когда достает оружие и бегает с ним по городу. Ты привлекаешь к себе ненужное внимание тем, что ты светишь оружием и провоцируешь перестрел. Ну, это доставляет проблемы другим людям, которые пытаются соблюдать правила. Зачем ты уходишь вообще? А? Эй, Вил. Что это за больный умень? Да, что это за больный умень? Ну, я не помню, я не помню, ты что-то нарушил. Собичная шутя. 3.1. На сервере РП толком нет, оно плохо продумано. Да, блин, ну, подожди. Тоже плохо продумано, я без смысла. Ну, ну, на РП то что-то... Бля, сейчас взорвется что-то, мне кажется, ребят. В смысле? Ты что, туп... Ты можешь спросить? Я тебе не скрою, я просто говорю. А... Что правило? Я могу свободно носить оружие, где угодно, где угодно. Мне не нужно возвращать жалобы не оконченной. Потому что это не запрещено, не запрещено носить оружие, где угодно. Спасибо. На что ты еще жалуешься? Я жалуюсь на НРП от человека с ником HellGlox. Слушай, ты можешь в кое-то веке заниматься жалобой, а не тем, что к тебе кто-то подходит и тянет тебя поговорить куда-то? Сколько можно уже, ну, правда. Ты можешь заниматься жалобой, которую я подал? Это уже второй раз, когда ты занимаешься какой-то хуйней. Да его унес. Попроси декнуться сюда, пожалуйста, человека с ником Долг. Тоже админ, который в прошлый раз вам за малым не вставил пропиздон. Просто тебе понять надо, что в правилах не прописано. Что не прописано в правилах? Адекватное поведение и игра за свою профессию, и то, что не нужно доставлять дискомфорт другим людям. Именно так и написано. Именно так и написано. Заходим за профессию тюрьмафии, там написано, чтобы запрещено, разрешено, типа, доставать оружие общественных, необщественных мест. Я буду обязательно в курсе касаемо этого. Криминальную деятельность свою вскрывать, вскрывать вот это вот. Зачем ты мне объясняешь правила, если тебе нужно объяснять правила другим админам, которые не могут разобраться ни в одной ситуации, когда я подъезжала? Ну просто зачем, для чего? А кому мне это объяснять? Объясняй, я говорю админам, которые не могут и в состоянии разобраться с одной простейшей жалобой на ННРП. Я 40 минут объяснял админам, где здесь ННРП, до тех пор, пока не пришел более нормальный и адекватный админ, чем те, которые разбирали мою жалобу. И он сразу же понял то, что тут есть ННРП. Давай вот просто не мне вот это вот рассказывай. Без обид, конечно. Я понимаю, ты хочешь как-то помочь, возможно, на жалобе, но в этой ситуации помощь не требуется мне в знании правил. Мне помощь требуется как игроку, который просто терпит дискомфорт. У него около тысячи часов на сетом сервере, ландозурия. Я вот 15 минут жду, когда человек разберет мою жалобу. И я что-то пока жду этого и не дождусь. И вот единственное, чем я сейчас заинтересован, это чтобы жалоба открытая 15 минут назад была завершена нормально, чтобы мою ситуацию нормально рассмотрели. Рассмотрел здравомыслящий человек и понял, что тут что-то не окей. Все, это единственное, что мне нужно. Ты говоришь, ну давай вот про правила обсудим, про нарушение человека, ты говоришь, нон-РП у него. В нон-РП первое самое правило написано, ну в правилах сервера, соблюдать правила выбранной профессии. В правилах выбранной профессии, то есть мафиозник, который, ну, убил тебя или что он там, не прописано. Можно ему соблюдать криминальную деятельность, нельзя. В нон-РП опять говорю, прописано, соблюдайте правила выбранной профессии, в правилах не прописано. можно ему что или нельзя блять правил очень скудные прописаны понимаешь скудно но не как-то не прям вот прям до мелочей просто написано типа соблюдать вот и все прям до мелочей как он должен себя вести понимаешь серверным устроен делать просто понять надо ну вот он не нарушил нихуя вообще я понимаю неприятность этот сервер так сделал не нарушила если хочешь рп получить это тебе надо на другой сервер идти поскольку я переводчик по образованию хоть и не работаю по специальности но я могу вам донести некоторую мысль перевожу на человеческий понятный язык тут не прописаны правила от слова совсем то есть в норп пишется что вы должны просто соблюдать правила своей профессии а правил профессии как таковых нету конкретики нету никакой то есть делаешь что захочешь захотел за rd мил какой-нибудь там не знаю участок полиции перед этим забайтив их тем то что ты носишь оружие руководствуясь такой логикой название сервака должно быть не рус или трп а рус элит баз варс и находиться он должен не в дарк рп вкладке а соответствующие названию но я вроде бы зашел на рп сервак ведь в названии написано рп но его тут нету и об этом мне говорит сам администратор сервака я не знаю донат на это наборные не прописано не написано не сказано ничего об этом исходя из двух насыщенных жалоб мы можем понять то что тут можно не соблюдать правила рдм а то есть бахать все что двигается а все что не двигается двигать и бахать перед этим просто нужно привлечь к себе внимание какого-нибудь полицейского чтобы была причина для перестрелки и все но афер рп соблюдать вовсе не обязательно просто таскаешь с собой оружие потому что это не будет нарушением байдишь какого-то челика и ты можешь его не слушаться и просто начать с ним стреляться просто потому что а как тут быть тогда полицейским да легко и просто подходишь к человеку говоришь чтобы он убрал оружие не убирает расстреливаешь его все формула рдм а готова полицейский ты хуешь оскорбление госслужащего а чё тут так тоже можно о привет налоги ты целых две жалобы делаешь насчет того что человек ходит с оружием чего две жалобы это уже целый рекорд целых две жалобы вопросы смогут на тебя забанить того открытое ношение оружия просто уже не надо с ними вообще разговаривать как я понял надо просто брать по механу отыгрывать таким образом просто подходишь заковываешь и все те никто тут не будет блять слушать даже всем тут просто рубинова поебать поэтому будем делать так ты чё чека немного потом администратор скажет что у него могла быть причина чтобы меня убить он подумал что я ему чем-то угрожаю ведь я просто подошел к нему ну а я тогда где-то подумал что мне какой-то полицейский сказал что возле ангара какой-то опасный преступник который открывает огонь по всем полицейским без предупреждения а еще мне примерно описали внешность преступника и я этим тоже воспользуюсь перевожу я нарушил нлр и мне за это ничего не будет потому что я продумал одноразовый грамотный байт на обман админа а вот не интересно зачем меня сейчас ебнули американские мультики едва я не начал стрелять по нему он уже доставал оружие и был готов меня снова задеймить охуял тварь ебаная что ли и пися а вот часа побегу в другое строение и там будет вооруженный человек среди других лиц я посчитаю это угрозой их жизни полицейский я вас наблюдаю полицейский я вас наблюдаю из полицейских полицейских стрижусь а это ты это ты убил человека а то он убил ты чё ёбнутый блять что ли нет чё ты нахуй творишь блять киздец блять тэпай да забирай хуете обезьяны да на самом деле ничего такого я к человеку подошел просто у меня автомат в руках был он подходит он смотрит на меня и берет убивает вот а это так важно просто подошел и все но он мог расценить это как нападение каким образом взглядом или расценил как нападение но я тогда тоже расценил как нападение то что там чел с оружием стоит в помещение с людьми хорошо ну вот тут такой отыгрыш ребят миритесь как хотите с этим это пиздец не спорю это пизда просто как он заявил он подошел вот так просто с оружием вплотную да депни этого касси хион зачем полицейский ну подожди вот как он сказал ты подошел получается вот к нему вплотную примерно да ну не вплотную просто подошел и он что-то постоял постоял и взял меня убил вот так демка есть сразу давай вот и он меня убил и как бы все демка есть сейчас демка есть так а че не было это тогда какой-то вообще не убил потому что короче смотри он начал только лупаться начал моего друга обыскивать на жалобе со мной двое детей шлюх и один тюфяк двое детей шлюх пытаются обмануть админа и всячески мешают мне рассказывать свою версию на протяжении всей жалобы а админ тюфяк никак этому не препятствует кстати я так и не понял зачем он попросил позвать другого чела который к жалобе никак не относится вообще он по факту не должен там быть но админу похуй он просто делает все что ему говорят буквально достал номер 6 без ком часа ну конечно без ком часа не было такого аааа ну тут просто в законах сказано обыск без кача от двух человек он один был да я же говорю не было такого ты просто подожди вдвоем были до ебался и все да нет я молча подошел и меня убили вот и все но я тогда закажал потому что у тебя демки нет а они говорят другое совершенно ну а я не сказал то что у меня нету демки я тебе могу сейчас смонтировать и закинуть посмотришь а у тебя есть так показывай нет я сейчас смонтирую и покажу закину ссылку посмотришь да мало ли что там смонтируешь удалишь сейчас полгода будет нам помонтировать как этот мистико лагер поставит скрипача мне например тоже говорил смонтирую смонтирую может просто забьем хуй и разойдемся конечно я тоже так считаю конечно я вот тоже так считаю это ответ администратора ребят ну подожди он мне демку покажешь сначала просто нужно как бы убедиться в том что он правда говорит ну да сначала нужно смонтировать потом уже нужно показать может мы просто это замнем и пойдем дальше играть не ну я как бы как админ обязан проверить как админ обязан послать его нахуй плюс еще и забанит что он нас тянет вдруг мы хотим сейчас поиграть вдруг мы зашли нам 30 минут все осталось да у нас мало спать погонит ну просто ты вообще здесь никак не относишься я тебя как бы могу обратно вернуть его если погонят я с ней договорюсь чтоб вы еще чуть-чуть посидели не ссыте ребята не надо она спать пошла ща обрабатывается ща она обрабатывается я тебе закину ссылку у тебя яндекс или гугл удобно мне по дискорду показать я не буду ссылки никакие ну я только так тебе могу показать демку да видишь он тебе какие ссылки хочет скинуть я тебе говорю давай просто смотри ты берешь переходишь от по его ссылке и смотришь щас ой ну че терпелось ну раз уж Лехи нет че послышишь давай очнись он не хочет смотреть демку что я ему сейчас скинул поэтому просит тебя я не знаю почему вообще тут правило еще запрещено скидывать любые ссылки прям ну вот как бы да это единственный формат демки который я могу предоставить посмотри его ты хочешь увидеть доказательства ну если нельзя ссылки кидать значит нету демки запрещено скидывать любые ссылки не связанные с проектом по этой ссылке видео снятое на проекте которое я использую в качестве демки на этой жалобе посмотри нельзя ссылки скидывать тебе говорят слушай может мы уже просто разойдемся помиримся и все и не буду мозги друг другу я никому мозги не ебу я просто хочу чтобы демку открыл админ посмотрел и все три человека и ты им всем мозги ебешь нет неправда по ссылке нельзя посмотреть ты понять не можешь я-то просто боюсь по ссылке переходите все это яндексовская ссылка ты можешь открыть на браузере стима и посмотреть а если там какой-то вшито хуйня бля ну вшито хуйня только у тебя какая-то я ссылку скинул с демкой посмотрите а какая например у него хуйня может быть сшитая ну это виднее лечащему врачу его слушай открой просто браузер стима и посмотри демку в чем твоя проблема это ну сложно так может быть или что в чем твоя проблема тебе говорят ссылки нельзя какие-либо связанные с проектом использовать ты кидаешь эту ссылку тебе говорят демку посмотри ой вруби демку чтобы он посмотрел ты не врубай у меня нет дискорда на компе посмотрите ссылку которую я скинул там лежит демка и уже проверял у меня таким образом другой администратор связанные с проектом нельзя отправлять с этим админ тоже ничего не будет делать ну тебе сам тебе админ это сказал в чем проблема твоя админ не будет ничего делать с приматами или не а какие мы взрослые админ а чё за приматы ты про нас это имел ввиду да слышишь я короче посмотрел нарушение права а ты не хочешь показать посмотреть еще потом демку и перед этим демку не хочешь глянуть я посмотрел он просто шел от полицейский я вам зачитываю правило 1.6 запрещено скидывать любые ссылки не связанные вот ну ты посмотрел дальше что короче смотри смотри я щас храня демку где ты занаварил и кидаю админу ок? там где я тебя убил? где я тебя убил? да да потом ага так мне передали просто полицейские в п.у. мне просто передали полицейские в п.у. что возле ангара преступление было совершено мы щас оба в бан улетаем либо никто не улетает в бан и мы расходимся я не придумываю мне сказали в п.у. то что возле ангара что-то происходит да ты не показать в п.у. я тебе предложил вариант либо мы оба в бан улетаем либо никто не улетает Я первую часть предложения не услышал, повтори вот, когда ты мычал на своем языке, я не понял. Либо мы оба улетаем в бан, либо мы оба идем и играем нормально. Только у тебя бан побольше будет? Мне-то от 10 минут не особо, знаешь, если так и решить админ. Мне от 10 минут особо погоды они не сделают, а у тебя будет больше бан за обман администрации, за фрекил и за НЛР. И за неадекват, если все-таки админ решится выдать нормальные наказания. Фактически ты еще одно нарушение сделал. Так фактически ты тут вообще не должен быть, и ты пытался тоже обмануть администратора, и у вас обоих будет бан. Так, я вместе с ним был. Да, меня особо не волнует, с кем ты был вместе, с кем ты не был вместе. Ты тут не нужен на жалобе. Ты тут так чисто, как для реквизита находишься. Ты отыгрываешь дерево в детском спектакле, вот и все. Это не то слово, блядь. Причем тут спектакль, мне вот интересно. Но ты отыгрываешь дерево в детском спектакле, то есть роль совершенно не нужная. Ты тут не нужен. Я не знаю, зачем тебя тэпнули. Админ сам не знает, зачем он тебя тэпнул. Ты понимаешь, насколько, ну, ты тут не нужен? Причем тут это? Мне вот интересно. Что при чем тут это? Ты не понимаешь человеческую речь? Или же ты не можешь понимать, что тебе говорят по-русски? Ты, видимо, тоже не понимаешь. Но вот походу из нас двоих, как ты спрашивал нерусских, как раз-таки ты, поскольку ты не понимаешь, что тебе говорят на русском языке. Вот и все. Ссылки нельзя скидывать. Ты не админ, чтобы мне об этом 300 раз говорить и мешать жалобе. Я не знаю, зачем ты это делаешь, с какой целью. Ты мне постоянно спамишь про ссылки, про то, что их запрещено кидать. Если бы можно было тебя замутить, я бы разобрался бы, наверное, как, и я бы давно замутил. Но, к сожалению, мне приходится слушать тебя, человека, который никак вообще к этому не относится. Они тебе в начале жалобы пытались соврать об этом всем. То, что этого якобы не было. Ну, это да. Затем, после того, как я его прибежал, убил, он прибежал, нашел меня и напал, получается, опять на меня. Но умер во второй раз уже. Я так и не понял, кстати, зачем. Но это было на угловом доме, возле... Это АПУ. Фактически твоя демка здесь вообще не считается, потому что она с ссылки сделана. Да, демка не считается. Сфабриковано, да, скажи еще. А что вы клоунаду перестали разводить, как только, ну, нашелся факт нарушения вашего? То, что ты сейчас сидел, врал вместе с ним вдвоем. Охренеть, какие серьезные стали. Вот это да. Это так интересно слушать. На протяжении всей жалобы происходило то же самое, что и доступ кадра. Они постоянно мешали, кидали оскорбления, админ с этим ничего абсолютно не делал. Он мало того, что он не хотел какое-то время вообще смотреть демку, просто потому, что я ему скинул ссылку на демку. То есть даже по факту разницы нет никакой, если бы я ее, к примеру, выложил на тот же самый YouTube в закрытый доступ по ссылке и скинул бы ему. Он бы тоже подумал, что я в эту ссылку что-то вшил. Ну, блять, просто клиника. Ну, нету слов. На любом другом стерваке бы обезьяны бы давно уехали по причине неадекватного поведения. Но тут себя тоже так, видимо, вести можно. Тогда почему бы при таком раскладе не пообманывать немножечко администратора? Ведь я этого делаю совсем никогда. Ну, ладно, один раз было свой с модом, когда мы с молчаном гоняли на хэппи-рп или на миноре, не помню. Ну, да ладно. Да, да, я же говорю, было такое. Но смотри, там есть нюанс такой, я тебе сейчас объясню. Обрати внимание, пока я буду объяснять на перебивание, если будут у игроков. Потому что не особо удобно разговаривать, когда поперек еще несколько человек говорят. Вот. Нет, еще не время, понимаешь? Я шел к ангару по наводке одного из моих сотрудников. Он сказал, что возле ангара находится человек, который открывает по ним агоне. Его нужно нейтрализовать. Вот. Я пришел туда, заметил человека, который подходит под описание, и как бы начал выполнять задание. И он, в момент, когда я начал только стрелять, он уже достал против меня оружие. Вот. И он отлетел. И получается так, что он был нейтрализован, и он обиделся на это. И он сейчас опять перебивает снова. И ты на это никак не обращаешь внимания. И я не понимаю, почему ты никак на это не обращаешь внимания. Почему ты с этим ничего не делаешь? Всю жалобу меня перебивают, и ты несколько раз это допускаешь. Всем похуй на меня. Потому что... И ты именно поэтому. Потому что тебе на меня похуй, и ты мне пытаешься что-то доказать. Давайте я сами пообщаюсь. А есть муд за то, что голос выдавливаешь? Я не выдавливаю голос. У меня все с ним прекрасно. У меня все с ним прекрасно. Это ты как-то в момент стал серьезным, как только появилась демка. Ты переобулся. А что такое? Страшно стало, да? Забанят. Забанят бедняжку. О боже мой. Сразу ребята серьезные стали. Клоунаду перестали разводить. Вот это да. Так в общем, мне дадут рассказать? Или ты будешь слушать, как меня перебивают? Человек, который подал жалобу? Или ты просто будешь за этим всем наблюдать? Всем похуй, всем похуй. Я понимаю, что ты очень заинтересован этой жалобой. Но все же, может админ что-то сделает для того, чтобы жалоба прошла нормально? Че, черт, давай. Так, ну сэ, у тебя, че у тебя? У тебя фрикил будет, я тебя только за фрикил почувствую. Так. А, ну и за обман еще. Фрикил, обман, потом НЛР. Далее. Я еще не все рассказал. Я пытаюсь объяснить, я пытаюсь объяснить. Я не могу сказать, потому что меня перебивают. Ну вот еще и обман. Вы меня можете послушать, администратор, и сделать что-то с теми, кто мешает мне это сделать? Cry about it. Ему мешает играть. Не-е-е-е. Ну все, тихо, тихо, успокойтесь. Может быть ты выдашь наказание за неадекватное поведение и оскорбление, возможно, да? Или ты выдашь шмут, или отнесешь меня на какое-то другое место, где я буду с тобой и разговаривать. Просто хавай говно, хавай говно. Я понимаю, что дети мертвых шлюх мешают разбираться, но может быть что-то администратор сделает. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Я прекрасно понимаю, что тебе особо до этого дела нет никакого и администраторам рядом. Спасибо. Но может быть что-то администратор сделает с обиженными детьми, которые просто не хотят получать наказание. Как ты кинул, ты обиделся. Я не знаю, вот как с вами разбираться, я, пожалуй, закрывал, потому что, ну, из-за моей неопытности я вот путаюсь еще. Но может быть другой администратор рядом что-то сделает с этим, потому что это происходит около 20 минут. Я просто сижу и жду, пока администратор примет меры. Вот, а я так и не объяснил нормально все, что происходит на демках. Я так и не объяснил, что происходит на демке, ребята. Тут есть мут, охуеть. Это всего лишь люди, которые не должны были родиться. Их надо было просто за***ть нахуй монтировкой и по***ать зубы их родителям. Вот и все. Собственно, можешь мне отнести на крышу? Я тебе нормально объясню, что надо будет просто послушать. Но ты с этими разобрался с нарушениями. Да он не разобрался, блядь. Можно послушать, что я говорю на жалобе? Я нахуя 20 минут сижу, жду, пока вы, блядь, послушаете. Ты повторяешь уже одно и то же по третьему разу. Потому что вы ни хуя не слушаете, о чем я говорю, блядь. Вы за***ли уже, сука, 23 минуты, блядь. И так каждая абсолютно жалоба проходит. Просто отнеси меня на крышу, блядь. Послушай, на что я жалуюсь. Жалоба не моя, во-первых, во-вторых. Во-вторых, муд я им выдам после разборок. Ну просто отнеси меня на крышу, да я тебе нормально объясню, в чем дело, блядь. Ну ебаный в рот. Просто два выблядка ебаных каких-то попались. Я в ахуя, какие конченые, блядь. Почему с этим ни хуя никто не делает? Делать что-то будем? Уже 24 минуты жалоба идет. Админ, ты будешь что-то делать? Интересно мне или нет? А вот давай просто банк по наказаниям, которые ты видишь. И муты всем. Мут каждому тоже, всем троим. То есть мне мут за то, что я терпел 24 минуты эту хуйню. То, как администратор разбирает жалобу. То, как меня хуесосят. И то, что ты закрыл глаза на их нарушения. То, что я не могу объяснить ситуацию, почему я его убил потом. Затем эти два уебана уже получили наказание за обман, фрикилл, НЛР и так далее. Я вышел отсюда сухим, потому что я смог придумать нормальную версию, чтобы успешно обмануть администрацию. Вы можете меня абсолютно справедливо закидать помидорами за то, что я обманул администрацию. Ваше право никто не запрещает. Но на секундочку потом просто задумайтесь, а каким образом тут еще играть. Потому что отыгрывать здесь нельзя. Тут нету РП. Потому что об этом говорят сами администраторы. И с игроками вы можете вести себя абсолютно как угодно. Просто потому что администрация никак за этим не следит и никак это не пресекает. Тут это, грубо говоря, можно. А затем я просто выключил войсмод и администраторам почему-то немножечко стало весело. Вот, зашел видео записать. Но мы, в общем-то, и думали, что это ты. Ну, короче, ладно, я его забоем, тогда твою жалобу закрываю. Хочу пригласить вас на сезонный пропуск в абсолютно бесплатный иниг. Ну, я так и знал. Я подозрел, что это он. Ну, как? Снакомая немного тема, ну ладно. Скрипач. Какой же хуйней занимаетесь? Закрывай, блядь, я не хочу уже тут находиться. Ебать смешно. Ебланем 30 минут из-за этих идиотиков. Блядь, ну... Ха-ха-ха-ха-ха-ха, пиздец! Ха-ха-ха! Ебаный в рот, блядь!